Ответственность. Хвала Аллаху Господу Миров, который говорит о своей священной книге Мы предложили небесам, земле и горам взять на себе ответственность, но они отказались нести ее и испугались от этого. А человек взялся нести ее. Воистину, он является несправедливым и невежественным. Сурасонми, аят 72. Я свидетельствую, что не божество, кроме единого Аллаха, у которого не сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммед – его раб и посланник. Да благословит Аллах пророка Мухаммеда, его семейства, сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до судного дня. А затем, священный Аллах воздал честь человеку, сотворив его своими руками, вдув в него от своего духа, заставив ангелов ему поклониться и даровав ему явное превосходство над многими из его существ, благодаря множественным преимуществам. Включая то, что он взял на себя ответственность и шариатские обязательства. Ведь любой разумный, рассудительный человек неизбежно несет ответственность, независимо от своего положения в обществе. Каждый из нас несет ответственность столько, сколько он может, и в мере своих способностей, и возложенных на него задач. Несомненно, что ответственность – это обязанность, прежде чем быть честью. Любой, кто считает это просто почтением и стремится к амбициям своей души, его часто смевают ее тупики и последствия. А кто будет серьезно относиться к ней и получать ее по праву поручения или миссии, тому могущественный Аллах неминуемо поможет. В этой связи сообщается, что Абдур-Рахман ибн Самура, да будет доволен им, Аллах сказал. Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал мне, Абдур-Рахман ибн Самура, «Не добивайся власти, ибо если она будет дана тебе по твоей просьбе, на тебя будет возложена и ответственность за нее. Если же она будет дана тебе без твоих просьб, то Аллах окажет тебе в этом помощь». Кроме того, со слов Абидар, да смиростивится над ним Аллах, передается. «Однажды я сказал пророку, мир ему, благословение Аллаха, у посланника Аллаха, не назначишь ли ты меня право чем-либо, он похлопал меня рукой по плечу, а потом и сказал, «О, Абизар, поистине, ты слаб, а власть представляет собой ответственность, и в день воскресения она обернется позором и сожалением для любого, за исключением тех, кто получит ее по праву и выполнит то, что он должен был делать». Существует несколько форм ответственности, в том числе семейная ответственность. Семья играет большую роль в стабилизации и сплоченности общества. Она является краеугольным камнем и первой линией защиты. При этом родители несут ответственность перед Великом Аллахом за строение и стабильность своей семьи с помощью того, что каждый из них должен принимать на себя свои обязанности и права. Ислам установил эти обязанности и права и передал их всем членам семьи. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит, «Каждый из вас является пастырем, и каждый из вас несет ответственность за свою паству. Правитель является пастырем, несущим ответственность за свою паству. И мужчина в своей семье является пастырем, несущим ответственность за свою паству. И женщина является пастырем, присматривающим за домом своего мужа и несущим ответственность за свою паству. И слуга является пастырем, присматривающим за имуществом своего господина и несущим ответственность за свою паству. Итак, каждый из вас является пастырем, и каждый из вас несет ответственность за свою паству. Таким образом, просветание и стабильность семьи зависят от соблюдения прав и обязанностей всеми членами семьи или отказа от них. Ответственность членов семьи является взаимодополняющей и комплементарной права, обязанностей и взаимное уважение. Каждый из ее членов должен выполнить свою роль с любовью, привязанностью и честностью. Тот, кто отрекается или пренебрегает ей, будет нести ответственность перед всезнающим Аллахом, соблюдил ли он или нарушил. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Поистине, Всевышний Аллах спросит каждого попчителя за тех, кого он опекал, сохранил он их или погубил, и также спросит мужчину за членов его семьи. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, также сказал, «Достаточно будет греха человеку, если он не заботится о тех, кто находится на его иждивенции». Другая форма ответственности профессиональная. Дело об ответственности становится более крупным и великим в зависимости от задачи, возложенных на ответственное лицо. Всякий раз, когда сфера ответственности расширяется, это требует определенных навыков и специальных признаков, включая эффективность, компетентность, опытность, честность и способность выносить бремя и последствия данной ответственности. Каждый несет ответственность перед самим собой, народом и славным Аллахом за все, что ему поручено. Посланник Аллаха, да благословить его Аллах и приветствует, сказал, «Каждого правителя, возглавлявшего даже десятых человек, обязательно приведет к связанным в день воскрешения, и он пробудет в таком положении, пока его не освободит справедливость, которую он проявлял, или погубит притеснение». Каждый человек, отвечающий за общественное дело или определенную должность, обязан понимать, что ему повелено преуспевать и проявляя богобоязненность при помощи соблюдения приказов Синного Аллаха. Он должен хорошо принимать во внимание, что он имеет дело с общественной собственностью, и он должен разобраться с ней в рамках своей должности. Таким образом, ему не разрешается приобретать какую-либо незаконную выгоду или пожарать какую-либо запретную под каким бы ни было названием. Мы подчеркиваем, что ни одному ответственному лицу на любом уровне не следует проявлять лень или не наблюдать за всеми деталями задачи, указанных в сфере его ответственности, каким бы маленьким или простым делом ни казалось ему. Ведь такая, по мнению некоторых, маленькая или простая небрежность может принести много повреждений и потерь. Должно быть известно, что доверие не означает отсутствие наблюдения, а наблюдение не означает отсутствие доверия. Другая форма ответственности – социальная или общественная ответственность. Ислам установил социальные критерии и правила, по которым люди могут осуществить мирную или стабильную жизнь, в которой царят любовь, уважение, почтение и взаимосвязанность, и социальная солидарность на основе равенства всех людей. Таким образом, общество становится единим телом. А кто тщательно размышляет о сегодняшней реальности людей, то тот обнаруживает, что среди них есть бедные без кусочков хлеба, больные без лекарств, вдовы, сироты, слабые и бездомные люди. Удовлетворение их потребностей является неотемлемой частью общественной, шариатской и национальной ответственности. Более того, это коллективная обязанность, возложенная на всю общину, и предписание которой является обязательным для мусульман в целом. И если достаточное количество мусульман выполняют эту обязанность, то остальные мусульмане освобождаются от нее. В этой связи пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Не уверовал в меня тот, кто заснул сытым, зная о том, что рядом с ним находится голодный сосед». При этом пророк, мир ему и благословение Аллаха, придает большое значение выполнению социальной ответственности. Так он обеспечил верховенство и удовлетворение потребностей людей над уединением для поклонения Аллаху в его мчете. Сообщается, что Абу-Саидин Худрей, да будет довольный им Аллах, сказал, «Однажды, когда мы вместе с пророком, да благословите его Аллах и приветствует, находились в пути, к нам подъехал какой-то человек, сидевший на своей верблюдице, и стал смотреть направо и налево. Увидев это, посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, сказал, «Пусть имеющий лишний верховый животный отдаст его тому, кто его не имеет, и пусть тот, у кого есть лишний припасы, отдаст их тому, у кого их нет». Кроме того, пророк, да благословите его Аллах и приветствует, сказал, «Больше всех Аллах любит тех людей, которые приносят людям больше ползы, а среди деяний великий и могущественный Аллах больше всего любит, когда приносят радость мусульманину, или избавляют его от печали, или выплачивают за него долг, или утоляют его голод. И пойти вместе с братом по его делам для меня миле, чем уединиться для поклонения Аллаху в этой мечети, то есть в мечети Медине, в течение месяца. И кто отправится вместе со своим братом по его делам, пока не приведет их в порядок, Аллах утвердит того стопы в день, когда стопы будут сколзать». Пророк, мир ему, благословение Аллаха, всегда поощрял стремление своих сподвижников, удовлетворить потребности людей и оказать им всевозможную помощь. Однажды посланник Аллаха, мир ему, благословение Аллаха, спросил «Кто из вас сегодня постится?» Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал «Я». Пророк, мир ему, благословение Аллах, спросил «А кто из вас сегодня принимал участие в похоронной процессе?» Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал «Я». «Пророк, мир ему благословение, Аллах аспарасил, а кто из вас сегодня накормил неимущего? Абубакр, да будет доволен им Аллах, сказал, я». Любой человек, который сделает все это, непременно войдет в рай. 4. Другая форма ответственности – национальная ответственность. Вед на нас возложены обязанности и значительная ответственность перед отечеством, что требует защищать его и стремиться к его просветанию и прогрессу. 5. Пророк, мир ему благословение Аллаха, обучая своих сподвижников тому, что самопожертвование и финансовое пожертвование в защиту родины, ее запретных и священных мест, является частью джихада на пути Аллаха. 6. В этой связи убедительным доказательством считается то, что священный Аллах возвысил степень тех, кто пожертвует своей душой ради своей религии и родине. 7. Он предшествует, говорит, 8. Воистину Аллах купил уверующих их жизнь и имущество в обмен на рай. Они сражаются на пути Аллаха, убивая и погибая. 8. Таковы его обещания и обязательства в Таврате, то есть Торе, Инджиле, то есть Евангелии и Коране. 9. Кто выполняет свои обещания, учи Аллаха? 9. Сура покаяния, аят 111. Неотъемлемой частью национальной ответственности является заселение, восстановление и просветание и продвижение страны путем обеспечения верховенства общественного интереса над индивидуальным. 10. Объединение усилий, отказа от разногласий и раздоров и усиленного укрепления нашей сплоченности в соответствии со словами всемогущего Аллаха. 10. Крепко держитесь за верфу Аллаха, все вместе и не распадайтесь. Сура семейства Имрана, аят 103. А также Не затевайте споров между собой, а то вы в замечательство придете, и ваша муж покинет вас. Будьте терпеливы, ибо Аллах стерпеливыми. Сура добыча, аят 46. Мы должны знать, что придет день, когда всем будет сказано «Ва кифухум иннахум масьулюн» «Остановите их, и они будут спрощены». Сура стоящая в ряд, аят 24. Нам нужно и почувствовать слова всезнающего Аллаха «Яв маидин ту арадуна ла тахфа мин кум хафия». В тот день вы предстанете, и ни одна ваша тайна не останется сокрытой. Сура неизбежна, аят 18. Будет ли это маленькая или большая вещь, Всевышний Аллах говорит, Если нечто весом с горчичной зернышка будет внутри скалы, или на небесах, или в земле, то Аллах принесет его. Воистину, Аллах проницательный, ведающий. Сура Лукман, аят 16. Вот что я хотел бы сказать. Я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас. Вала Аллаху Господу мира в мире и благословения Господину всех людей, пророку Мухаммаду, его семье, сподвижникам, и всем, кто последовал за ним вплоть до Судного дня. О, мои братья в исламе, через несколько часов мы приветствуем один из сезонов добра, благословения и поклонения, А именно, благословение месяц Шабан. Это месяц, в течение которого возносится деяние ко Всевышному Аллаху. Вот почему пророк, мир ему и благословение Аллаха, посвятили ему избиток поклонения, послушания и приближения к Аллаху. Он слишком держал пост настолько, что привлекло внимание его сподвижников, пусть Аллах будет доволен ими всеми. Поэтому некоторые из них расспрашивали его о секрете данного интереса. Однажды сподвижник по имени Усама бен Зайд спросил посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, «О, посланник Аллаха, я не видел, чтобы ты когда-нибудь постился, так как постился в Шабане». Он ответил, «Люди забивают об этом месяце в промежутке между Раджабом и Рамаданом. В этом месяце деяния возносятся к Господу Миров, и мне хочется, чтобы мои деяния были вознесены, пока я соблюдаю пост». А также передают, что Аиша, да будет довольнее, Аллах рассказывала, «Посланник Аллаха, мини, благословение Аллаха, держал пост столько, что мы уже говорили, он не разговляется». И прерывал пост настолько, что мне уже говорили, он не постится. Я никогда не видел, чтобы помимо Рамадана он постился в течение всего месяца, и никогда не видел, чтобы он когда-нибудь постился больше, чем в Шабане. Более того, Аллах предчист, он отличил месяц Шабан благословенной ночью, во время которой он взирает на своих рабов и одарит своей милостью и щедрыми подарками, им прощает грехи и скрывает недостатки. Это «ночь в середине Шабана» или «средняя ночь Шабана». Передаются слов Абу Муса Ашари о том, что «посланник Аллаха, мини, благословение Аллаха, сказал, «Аллах велик он и славен, зирает на свои творения в середнюю ночь Шабана и прощает всем, кроме многобожника и ненавистника». А в другой версии, поистине Аллах смотрит на своих рабов в ночь в середине Шабана и прощает грехи верующим, дает отсрочку в наказание неверным и оставляет тех, кто к другим питает ненависть, пока они не оставят ее. Нам необходимо использовать эти благословенные дни, чтобы побольше совершать поклонения и добрые дела, а также приближаться ко Всевышнему Аллаху. В соответствии со словами пророка Мухаммада, мир ему, благословение Аллаха, поистине, в течение года есть и такие моменты, которые являются особыми для вашего Господа. Так что будьте готовы к ним. Возможно, вы сможете попасть под один из этих особых моментов, после чего вы никогда не будете несчастными. О Аллах, помоги нам поминать Тебя, благодарить Тебя и поклоняться Тебе надлежащим образом. Спасибо.